На всесоюзное совещание по вопросам идеологической работы собрались руководители партийных организаций, пропагандисты и агитаторы, журналисты, деятели науки, литературы и искусства, около 2700 представителей многотысячной армии идеологических работников. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, всесоюзное совещание по вопросам идеологической работы созвано Центральным комитетом партии для обсуждения задач в области идеологии, вытекающих из решений 22-го съезда КПСС и новой программы партии. Открыв совещание, первый секретарь Центрального комитета КПСС товарищ Хрущев предоставил слово для доклада 22-й съезд КПСС и задачи идеологической работы партии секретарю Центрального комитета партии товарищу Ильичеву. Докладчик подчеркнул историческое значение 22-го съезда КПС, который дал советским людям могучее идейное оружие в борьбе за коммунизм. Огромна роль идеологической работы в создании материально-технической базы коммунизма, формировании коммунистических общественных отношений и воспитании нового человека. В заключении доклада товарищ Ильичев сказал. 22-й съезд поставил перед партией и народом задачи поистине исторического значения. Их решение потребует огромного труда и энергии, максимума дисциплины, организованности и сознательности. Мы, работники идеологического фронта, должны быть на уровне требований партии, хорошо видеть будущее и уметь отвечать на повседневные вопросы жизни, умело и серьезно вести идейную работу в массах внести свой вклад в великое дело строительства коммунизма. Сплошная электрификация – стержень всей программы строительства экономики коммунизма. 180 гидроэлектростанций поднимутся над реками нашей страны за 20-летие. Вот одна из них – Воткинская Накамия. Поворот рукоятки и первый агрегат начал вырабатывать промышленный ток. Это произошло накануне Нового года, намного раньше срока. В эти же дни начал работать и второй агрегат. Монтируются и остальные. Их общая мощность составит миллион киловатт. Воткинская ГЭС – восьмая гидроэлектростанция Волжско-Камского каскада. Кама и Волга работают на коммунизм. Накануне Нового года в Туле завершалось строительство крупнейшей в стране доменной печи. Много юношей и девушек приехало на стройку Тульской комсомольской домной. Кого не влечет романтика созидания. Саша Иблева оставила Куйбышев, где работала в коммунальном тресте. Теперь она командует краном. Хайхмет Ягмыров был в Казани парикмахером. Здесь он электрик. Андрей Николаев недавно пришел из армии и стал монтажником. Скоро новая доменная печь даст первый металл. В 62-м году страна выплывет 56 миллионов тонн чугуна. Прирост черных металлов будет самым рекордным за всю историю страны. Каждому человеку из Алтайского села Полковниково хотелось увидеть, услышать, прижать к сердцу своего знаменитого односельчанин. Здесь Герман Титов рос, учился, отсюда вышел в люди, стал летчиком, а потом прославленным космонавтом. На трибуне почета рядом с героем жена Германа, Тамара, мать Александра Михайловна, отец Степан Павлович. Низкий поклон тебе и великая благодарность от нашей деревни, говорит Таисия Старцева, одноклассница Германа Титова. Спасибо вам, мои друзья и однокашники, спасибо вам, мои учителя, спасибо всем, кто помог мне выйти на космическую орбиту. Последние дни года, последние дни навигации в Архангельском порту. Скоро мороз покроет льдом устье Северной Двины. К завершающему рейсу готовит свой корабль капитан Североморска Аркадий Александрович Бромберг. Судно доставит в Западную Европу знаменитый русский лес. Новый год моряки встречают в суровом море, вдали от родных берегов. Пусть же их согреют огни ёлки, выросшие на родной земле. Счастливого плавания, капитан, в новом году! Счастливого плавания, моряки! Это произошло под самый Новый год в доме номер 26 по Нарвскому шоссе. Что бы это могло значить? Маленькие Тиит и Катрин были удивлены и даже несколько испуганы. Впрочем, всё окончилось очень хорошо. Наверное, ребята не скоро узнают секрет. Новогодний Дед Мороз приезжает с подарками к детям города Таллина по заказу их родителей. Когда говорят о Нарильске, вспоминают тундру, снега, морозы. Да, этот город находится чуть ли не на краю нашей земли. И долгие месяцы здесь тянется полярная ночь. Но Новый год в этом городе встречают так же, как во всей стране. Не беда, что в Заполярье не растут ёлки, и их заменят искусственные. Зато во всём остальном недостатка нет. Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Сердаков строил город и никелевый завод, на котором работает мастером. Счастья и здоровья вам и вашей семье, товарищ Сердаков. В зимнем убранстве встречает Москва Новый год. Нашей столице есть чем гордиться. Коллективы промышленных предприятий и строители досрочно выполнили годовой план. Москвичи получили 119 тысяч новых квартир. Всюду предпраздничное оживление. Для них праздник уже начался. У всех весёлое, приподнятое настроение. А композитор Туликов озабочен. Ему не до веселья, ведь он сочиняет весёлые новогодние пестины слова Сергея Острового. Послушаем, как она звучит. Новый год 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 Новый год